Всем привет! С вами снова мы. Во-первых, конечно, хотел бы поблагодарить вас за активное участие, за то, что вы поддерживаете нас своими советами, мнениями. Это действительно очень важно и очень здорово. Конечно же, мы прислушиваемся к абсолютно всем вашим замечаниям и предложениям и стараемся сделать этот продукт максимально интересным для всех. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что те предложения, которые от вас поступили, они, конечно, не все, но большая их часть технических предложений или предложений концепции, они нами были учтены. И, на наш взгляд, это действительно достойное улучшение нашего продукта и которое позволит быть ему лучше. В частности, я бы хотел сказать о том, что схема изначально не предполагала того, что при большой нагрузке цифровой у нас процессор будет сильно греться. В дальнейшем мы пересмотрели концепцию и улучшили теплоотвод, применили схему для контроля температуры, которая позволяет при превышении определенного установленного пользователем уровня переходить в защищенный режим или останавливать работу. Тем самым это обезопасит работу аудиопроцессора и сделает его более надежным. Это одно из основных таких изменений, которые мы применили благодаря вам. И сейчас я думаю, что это изменение, оно улучшит однозначно потребительские свойства этого устройства. Из других изменений, которые также мы учли, я хочу отдельно отметить, это именно тактирование. Много с разных ресурсов мы получили рекомендации, как это сделать, как это лучше делать. Кроме того, у нас были свои наработки, свой опыт. И мы применили одновременно несколько схем. То есть они все могут быть использованы. Во-первых, это внутреннее тактирование, то есть мастер-клок, когда расположен непосредственно на процессоре. Далее можно будет на более грейдованных, более ЦАПах высокого уровня, которые в дальнейшем обязательно будут, использовать внешний клок. То есть это можно будет управлять этим либо программой, которая будет написана, либо вручную с помощью кнопочки. То есть концепция предполагает такую возможность. И она есть. Кроме того, разводка сделана таким образом, что сигнал клока, он передается либо, может передаваться, либо непосредственно по печатной плате, либо отдельными коаксиальными разъемами и короткими проводами. То есть это поле для экспериментов, поле для каких-то ваших, может быть, исследований. В общем, мы стараемся делать продукт таким образом, чтобы он был востребован даже не только в автомобильной сфере, например, в которой мы изначально его позиционировали, но и в других сферах. Это измерение, это анализ аудиопотоков. Потому что процессор Адау, он позволяет это делать. То есть это настолько гибкая система, что даже мы до сих пор не знаем его полностью возможностей. Мы постоянно исследуем программу, и там всплывают все новые и новые возможности, которые, может быть, в автомобильной тематике не будут востребованы, но в части измерений или каких-то других вещей они обязательно могут быть использованы, и это здорово. Поэтому спасибо вам огромное за ваше участие, и продолжаем собирать ваше предложение. Нам очень важна ваша обратная связь.